Вы наперебой сегодня кричите о разрушениях в украинских городах, о якобы неизбирательных российских ударах по ним. Хочу попросить вас не полениться и залезть в интернет, почитать украинские новости и посмотреть телевидение. Там вы увидите много репортажей о ресторанной и клубной жизни Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска и других украинских городов. Учреждения госвласти, другие муниципальные здания практически повсеместно работают в нормальном режиме. Ходят транспорт, работают школы и госпиталь. Разумеется, за исключением тех объектов, которые повреждены в результате действия украинской ПВО, о чем мы уже сегодня и не только сегодня говорили. И это спустя почти два года специальной военной операции, в которой мы начали для того, чтобы остановить войну киевского режима против населения Донбасса. Высокоточным ударом подвергаются лишь военные объекты или объекты инфраструктуры, связанные с военным потенциалом киевского режима. Включая склады боеприпасов и расположение ВСУ, замаскированные под магазины, гостиницы, зернохранилища и тому подобное. А теперь посмотрите на картинки из сектора газа, который Израиль пытается сравнять с землей в течение всего лишь трех недель. И вы увидите разрушенные и сожженные до тла города больницы и школы. В духе того, что американцы в свое время сделали с Фалуджей или с Ракой. Данные о погибших, среди которых очень много детей, заставляют весь незападный мир, да и нормальных людей на Западе содрогнуться. А люди продолжают гибнуть. Сравнив эти две реальности, задайте себе вопрос. Сколько раз вы осудили методичное уничтожение мирных палестинцев? Сколько раз попытались созвать по этому поводу заседание Совета безопасности? Поддержали ли вы хоть один призыв к прекращению огня? Ответ мы все здесь прекрасно знаем. А зная его, прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слез, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америки. Наш вам совет, вместо этого циничного и двуличного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа. А именно, не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву неизбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава Киевской клики к этому уже очень близок.